Всех приветствую на канале Фейгин Лайв. Время 22.00 в Киеве и такое же время в Москве. Среда 20 апреля и мы проводим очередной эфир. День 56 с Алексеем Арисовичем. Алексей, рады приветствовать. Здравствуйте. Да, но нас уже смотрят там за 80 тысяч, мы даже и не будем напоминать. Все знают, что надо делать для того, чтобы еще больше нас увидел. Ну что, начнем тогда, Алексей, с третьего дня войны. Он третий уже день идет, я имею в виду третий день наступления. Наступление, конечно, 56-го дня войны. Что можно сказать спустя этих три дня наступления российской армии? Какие самые первые общие выводы можно сделать? Можно сказать, что российская армия старается. Да, они стараются, старательно пытаются делать все, как учили в комедиях. Там наступают героические, туда-сюда. Ну, в российской армии есть три врага, четыре. Первое – это российское политическое руководство. Второе – это российское командование операций. А дальше еще два врага – дороги и дураки. Это святое. Да, и поэтому ЗСУ пытается встретиться с российской армией так уже по-настоящему, чтобы наконец-то добираться. Но они все еще добираются, добираются и никак не могут пройти первых четыре препятствия. На самом деле, пока вся эта история сместилась в область информационных операций российских, тех людей в России, которые за это отвечают, и, как всегда делают это крайне неумело, ну, пытаются и рубежные они взяли, и куда-то там они наступили, и вот-вот сейчас на Боровенково выдвинутся, и в 150-й раз добьют на ЗУ в сталь. И там, что я только не слышал за сегодня, надо даже все перечислять, ну, никакого продвижения, если вот коротко по оперативной обстановке, продвижения особого нет. Да не особо, а вообще нет никакого продвижения. По-прежнему они пытаются нащупать места в нашей обороне, по-прежнему бьют артиллерии, авиации, мы бьем по ним авиации, артиллерии, ну, в общем, стороны не спешат, скажем так. А, ну, мы на Харьковщине освободили несколько населенных пунктов, мы. Так. Чтобы им скучно не было на левом фланге, на правом, вернее. Мы немножко там освобождаем населенные пункты. Ну, такое. А, самое смешное не это. Самое смешное, героический дворник опогнал их на Харьковщине в наступление. Это вообще ужасно смешно, потому что, ну, там у нас, как бы это деликатно сказать, превосходящие силы, но они героически пошли. Ну, начальство приказало, идут. И наши воиска с удивлением смотрят, как они набегают на пулеметы раз за разом. Раз за разом это заканчивается одинаково, но железная воля командующего продолжает давить. Давить, а не спускать. Ну, ладно. Говорят, наши и стреляют дальше. А чем им объясняется этот маневр? Они хотят большего напряжения на этих участках, для того, чтобы не ослела передислокацию войск украинская сторона? Я думаю, что им говорят следующее. А хули вы? Ваши братья наступают там в районе Изюма, а вы что? Давайте тоже вперед. Все на Мариуполь наступают, они говорят, мы там под Харьков наступаем, а вы что? Давайте и вы тоже. Ну, они честно наступают. Так, вот оцени, вот скажи, все-таки, если определять в расстояниях, на какое расстояние продвинулись, начиная там три дня назад от момента и до сегодняшнего, российские войска в зоне все того же на востоке. Вот здесь, где идут бои. Вот это что? Это километр, это десять, это что? Направление Гуляй-поле может километров на пять. Так. А в районе Изюма, ну, может, там, может, может, километр где-то на отдельных участках. Ну, это же как бы без соприкосновения с нашими войсками. Это не то, что наши стояли, они их сбили и продвинулись на километр. Это в поиске других направлений, там, попыток обойти, еще где-то пято, десято, все это. Даже и сказать-то нечем, а же жалость в том заключается, что хочется что-то сказать содержательно, а так нет же никакого содержания. Есть данные наши, что вывели одну БТГ российскую, побитую, утратившую боеспособность, вторую вывели. Это за эти дни, имеется в виду за эти три дня. За эти три дня, да, и так далее. Поэтому, ну, такое как бы там. Понятно, что нашим там тоже не весело, их полируют авиация, артиллерия, есть проблемы, потому что в огневом отношении противник превосходит. Но пока продвижения нет с российской стороны. Так в чем их замысел, на твой взгляд? Вот как ты это лично? Замысел очень простой. Они хотят храбро пробить нашу оборону, выйти к Славянскому, окружить его, и Краматорск тоже захватить этот узел, забраться на гору Карачун, которая там, чтобы контролировать это все. Радостно там окрестности, и оттуда, значит, хвостик пустить на Барвинково, чтобы зайти в Тошки туда подальше. А на юге радостно доскакать до Гуляйполя, захватить Гуляйполе, и даже, даже, возможно, куда-то там продвинуться в сторону Запорожья, по крайней мере, по их плану. Но есть такая очень хорошая русская пословица, спешу им сообщить это, называется «Рассчитали на бумаге, но забыли про враги, а по ним ходить». Там очень много врага в этой местности, реальном очень много. Я там очень хорошо знаю все эти места по 2014 году. Наступать там очень-очень сложно. Это, как правило, узкие тропинки в лесу, ну, такие тропинки, дороги в просеках, вправо-влево, грязь, болота, канавы, и мосты разбитые, всякие там ирригационные сооружения, реки и прочее, прочее. Там рехнуться можно было, реально. Что делает традиционно российская армия? Она делает то же самое, что под Киевом. Она загоняет туда 25 тысяч войск. Это вот тот резерв, который они собрали, по твоему ответу? Ну, вот, который с самого начала был. И пытаются этот фарш в эти отверстия засунуть туда. Обойти справа-слева очень сложно. Наши всегда знают, где они будут наступать. Ну, стреляй, не промахнешь, что называется. Вот ровно один в один, как под Киевом. Когда так стремились взять Киев, так стремились реализовать преимущество, что забили от Иванкова до Киева все, да, все дороги колоннами, которые просто, ну, в слепую можно было стрелять, ты все равно попадешь. Все колонны по 62 километра, помнишь, страшные и так далее. Здесь не то, чтобы то же самое, но примерно то же самое. Единственное отличие, они растягиваются сейчас. Передовые группы со вторым эшелоном и с третьим. Ну, так вот, не прямо выстроились там, да, а через километр дистанции. Но логика вся та же. Они пытаются реализовать численное преимущество в очень узких проходах. Где это же не поле так, чтобы развернулось, пошло там и так далее. Это дороги в лесах, по которым пытаются наступать. Ну, очень сомнительная история, честно говоря, я пытаюсь понять логику российского командования. По-моему, они решили прекратить эту войну методом сокращения российской армии до невозможности наступать. У меня такое устойчивое впечатление есть. Когда Путин в очередной раз скажет «наступай», а они скажут «нечем, наконец-то». А «нечем, наконец-то». Да, и все, 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 наконец-то успокоятся на этом и перестанут наступать. Ну, как это объяснить? Ну, это безумие с военной точки зрения. Ну, вот ты знаешь, если бы за этим какой-то был серьезный план, подкрепленный военно-технически, там, личным составом и так далее, то уж точно продвижение было куда существенное. Не, храбрый план у них есть. И все это даже подкреплено. Только проблема, что эта операция носит полностью политический характер. А выйти на границы Луганской и Донецкой области. А военные честно пытаются это все сделать, но условия, в которых их поставили, силы, которые они накопили, недостаточны для реализации этой задачи. Недостаточно. Поэтому, ну, приказали воевать, они воюют. Так, ладно, с этим мы более или менее разобрались. 8 минут мы в эфире, 250 тысяч нас смотрят. Вот, смотри, Мариуполь, мы не можем обойти Мариуполь. Мариуполь – это такая драма тяжелейшая. Все-таки вот мы видели информацию о том, что Рахами и Михаил Пудоляк готовы выехать в Мариуполь для того, чтобы обеспечить коридоры и провести там переговоры с Мединским, с Луцким и так далее. Я просто убежден, что те не будут, не пойдут на такое российское, но это мое мнение, я могу ошибаться, я могу что-то не понимать. Вот, вообще, это тезис о том, что третья страна, третья какая-то страна, ну, то есть, это либо Турция, что логично было, она же пыталась. Давайте подгоним какой-то водный транспорт и отвезем их. Здесь есть какой-то шанс, ну, выйти на какое-то решение, в принципе, такого рода. Марк, что только не предлагали бы Мариуполь. На моей памяти это 110-е предложение по решению проблемы Мариуполя. Отказывается Россия? Отказывается российская сторона. Вот сегодня был коридор согласован в Мариуполь гуманитарный. Сорвали. Да, мы видели, Грищук говорил. Не дали, да. Тут, и часто это, ну, как часто, оно и по злому умыслу срывает, и просто по бестолковости своей, по неспособности скоординироваться, остановить огонь, выпустить, там, и так далее, и так далее. Сработает, я буду первый аплодировать, встану и сниму шляпу. Слава Богу, получилось. Ну, посмотрим. Не хочу загадывать. Я тебя понял. Ну, то есть, варианты не исчерпаны? Не исчерпаны. Боже, шо, мы только не изобретаем. Я себе только знал. После войны, если дадут рассказать, то это... Я уже таких... Я, конечно, с иезуитским умом, но даже я таких комбинаций не всегда могу продумать, какие мы пытаемся придумать, чтобы решить проблему. Ну, я почему об этом спрашиваю? Потому что люди, сам понимаешь, они хотят услышать, что что-то происходит, и какая-то попытка предпринимается, ну, так сказать, это важно для них. Ну, хорошо. Сегодня ты, поправь меня, если я не прав, сказал, мне просто об этом сказали в интервью, я сегодня давал, мне с кем каналом, они сказали, что ты сказал, ну, вот, теперь я могу сказать, что ввиду поставок американцами комплектующих для самолетов, это означает, что, ну, в общем, в воздухе уже это преимущество не будет таким в Москве. Не-не-не, я такого не говорил, я сказал всего лишь одно, что парк машин боевых в поветренных силах увеличится, а вот удастся реализовать это преимущество, это очень большой вопрос, между увеличением парка и реализацией преимущества очень много работы еще. Но что это означает, вот такого рода поставки и вот это изменение баланса, если так можно называть, с точки зрения, ну, тактической, оперативной, что это изменит? Мне очень трудно судить, с точки зрения оперативной и тактической, если мы не знаем, а, сколько было машин, б, сколько прибавилось, мы-то знаем, но мы не скажем, а тут еще надо бы соотношение с российскими силами, но российские силы давно не используют авиацию против Украины, только на линии фронта, только залетая на 20 километров в глубину, ну, не больше. По всей остальной территории Украины уже недели две, наверное, не используются авиации, боятся... А что используются для обстрелов, что используются? Ракеты и крылатые из-под крыльев, которые и эти самые, и Искандер. То есть, сами самолеты, авиабомбы или чего-то такое, потому что в Мариуполе-то имеет место? Только в зоне ОС, я же говорю, только в Мариуполе зона ОС, там, да, там работают. Ну, сегодня избили один самолет, один вертолет, парочку БПЛА, крылатую ракету, все как положено. То есть, в общем и целом... Слушай, можем даже оценить, у меня вот сводка есть за вчера, вот, со вчера по сегодня по утро. Сколько там наваляли, могу даже посмотреть сейчас, чтобы не быть голослов. Ну, смотри, значит, на территории Донецко-Луганской области отбили 10 атак российских оккупантов, 20 танков, нет, 12 танков уничтожено, 28 единиц броневарной техники, одну артиллерийскую систему. И в целом по Украине, группировка вооруженных сил Украины, 9 воздушных целей, один самолет, один вертолет, 6 БПЛА разных типов, одну крылатую ракету. Ну, могу сказать, танковую роту уничтожили и батальонный комплект техники. То есть, батальон усиленный выбыл за сутки. Усиленный батальон стал небоеспособным, да, в тех техниках. Ну, в единицах это 600 человек, но по технике они небоеспособны. Теперь берем, помнишь, я говорил, что мы пол батальона в сутки выводим? Да. Где-то вот из строя. Значит, 25 тысяч, это примерно, ну, где-то 30 БТГ они там собрали страшных. Но мы в сутки выводим даже по половинке, а то и по батальону. Ну, вот хватит на две недельки. Где-то примерно этой всей истории, даже чуть поменьше. Ну, еще можно от Купинска там, через Купинск прибежать теми десятью несчастными тысячами, которые там в районе Валуек топчутся и пишут рапорта на увольнение, прибежать на помощь. Ну, да, две недели это входит. Ну, а что ты можешь сказать, что с техникой у российской стороны? Вот мы слышим из разных источников, что это вообще нет танков Т-90, они все подбиты. Это действительно так? Ну, не все, но очень многие подбиты. Не, еще есть. Почему? Тут надо понимать следующее. Сейчас где-то 76 БТГ российских, по американским данным, американские назову, открыты в Украине. 22 в резерве. Начиналось это все 120 БТГ и 30 было в резерве. Значит, третий нет уже, 40 с лишним БТГ нет. Значит, из них вот почти 30 собрали под Озеном, вот там, в этом направлении. И то, что там собрано, ну, в принципе, они еще прилично вооружены. У них еще есть и Т-90, и там панцирь, и все на свете, и тра-ля-ля, и тру-лю-лю, но только проблема в другом. У них, они крепко биты и уставшие очень уже. Это частично те, кого вывели с Харьковского, Черниговского и Сумского. Сумского. Частично с других направлений сконцентрированы. И так, чтобы в бои те, они не горят. Двигаются очень осторожно, действуют очень осторожно. Полагаются на массированный огонь, который еще надо понимать, куда ты стреляешь. Ну, в общем, такая война очень, очень уставших людей, скажем так. Ну, ты вот что можешь сказать, потому что мы тоже пытаемся это оценить. До 9 мая, как символическая дата, мы с тобой не раз это обсуждали. Что они могут по максимуму получить, и что они могут получить по минимуму, и что они получат реально? Супер максимум, такой максимум-перемаксимум. Вот берем самый идеальный вариант для них. По принципу ЗСУ тупые, глухие, косые, и ничего не могут. Это значит, они окружают наших где-то в зоне, ну, в районе там Барвинково-Авдеевка. Вот в этом, в этом самом, если тут карту, конечно, бы показывать. Ну, считайте, это такая история. Как бы на несколько десятков километров туда попадет парочку наших бригад, там, пара-тройка в окружение оперативное, и пытаются уничтожить окруженные войска. Вот это для них. Ну, и доберут Мариуполь, добивают там Азов, там, и так далее, и так далее. Да, да, Азов, Насгвардию, террораборону морпехов, которые там есть, пограничники. Кстати, Азов с морпехами же сходили в порт и забрали оттуда полицейских пограничников, в том числе с ранеными, 500 человек, которые там держали оборону, у которых начали заканчиваться боеприпасы. И вот когда мне рассказывают, что в Мариуполь всё, ужас, кошмар, и так далее, я вам говорю, что войска, которые находятся в ужасе и кошмаре, не в состоянии проводить такие операции. Проблема Мариуполя гражданская. И чем больше там гражданских, тем больше проблем для войск, потому что в пустом городе войска оборонялись бы ещё полгода. Ну, я условно говорю полгода, понятно. Ещё очень долгое время. Гражданские очень сильно мешают обороняться. Ну, допустим. Так вот, даже Мариуполь ещё в форме и отлично дерётся, и высокопрофессионально подерётся ещё. Так вот, вопрос в том, что это в идеальном варианте, это если ЗСУ сейчас складывает оружие на землю, прекращает воевать, а российская армия, борясь с другими дураками в своих штабах, радостно пытается грести вперёд и окружать. Но мы же понимаем, что так не будет. Теперь самый лучший вариант для ЗСУ. Выглядит так. Значит, рисунок для ЗСУ. Никуда российская армия не продвинулась. Ей нанесли огневое поражение, разгромили в боях примерно как на Киевщине, Супщине и так далее. Они потратили боевой потенциал, встали в оборону на захваченных рубежах и стоят, потому что не могут двигаться дальше. А мы их там тихонько постреливаем, по флангам обходим, спецназом убиваем и так далее. И где-то там на Харьковщине подбираемся, чтобы подрезать это тыловое снабжение и сказать, добрый вечер, мы с Украины. А может быть, храбро наносим удар во фланг и что-то там отрезаем, ну, как это сделали немцы в 43-м, знаменитый изюмский выступ там срезали, но и попали там в котел российские части и очень плохо им пришлось. Они фланги срезали, просто запустили, а потом срезали. Но миллион двести погибло советских солдат там, но мы пока так вряд ли сможем, у нас на то нет сил соответствующих. Но где-то там что-то повредить и чуть-чуть поджать можем вполне. Потом доезжает западное оружие, которое пойдет, идет дальнобойная артиллерия и радостно начинает все это добивать застывшее на месте. Какое-то время добивает, те в беспорядке отступают, как из-под Киева, а мы радостно празднуем победу и на этом отдельном направлении. Теперь скажу, как будет. Будет ближе ко второму варианту, но с элементами первого, скажем так. Я даю где-то 40 на 60. То есть российским войскам удастся там немножко продвинуться, удастся нанести там поражение, не поражение, а потери серьезные достаточно. Удастся вклиниться кое-где, там занять какие-то рубежи, удастся потеснить наших, а мы чуть-чуть вклинимся к ним в ответ, подрежем с фланга где-нибудь, нанесем им поражение. В общем, вот так вот произойдет, и на разных участках мы вот так вот и встанем, выдохнувшись, обе стороны выдохнутся. Дальше зависит, кто подтянет резервы. И как удачно они подтянут, как они будут введены в бой и так далее. Мы раньше подтянем, значит все склонится ко второму варианту. Они раньше подтянут, будет ближе к первому, конечно, без поражения. Я не верю в поражение, там самая боеспособная группировка наших войск, хотя тоже очень сильно уставшая, тоже потерпевшая, понесшая потери за 6 недель, даже 7 уже почти. Но все-таки это самая боеспособная группировка механизированной части и так далее, и так далее. И вот так вот все это будет. Примерно будет там, не 50 на 50, а 40 на 60 в нашу пользу, мне кажется. Вот так. Такой мой прогноз. Посмотрим через 2 недели. Но учитывая, что мы каждый день за прогрессом следим, мы все это будем видеть. И я даже могу корректировать. Но можете запомнить этот твит на сегодня? Да. Должно быть вот так. Мы можем не попадать в детали, но мы попадаем в главном. Мне кажется. Но детали, проблема наша в том, что официальный представитель власти не может оглашать детали в прямом эфире. Приходится там широкими мазками рисовать это все. Ну да, мы и не выпытываем, мы просто пытаемся понять всю картину, которую... Если бы это было по науке, я не был бы представителем власти и желательно был бы из третьей страны, а не там из Украины. Я бы сейчас повесил красивую карту здесь на стенке и говорил бы, уважаемые зрители, указки показывают. Обратите внимание, вот здесь сейчас, здесь нам было особенно тяжело, а вот тут третья голова подала в отставку и так далее, и так далее. Увы и ах, приходится в общих чертах рисовать, но с другой стороны, людям, которые нас слушают, преимущественно гражданские, им, по-моему, вот этого вполне достаточно. По крайней мере, они и так нам говорят. Ну да, так они и говорят. Мы 20 минут в эфире, 335 тысяч человек нас смотрят. Ну, я не знаю, вот единственное напоминаю, что, пожалуйста, ссылки на этот эфир, особенно в России. Вот сейчас для нас важно, чтобы эфиры начали смотреть в России, потому что, ну, по разным оценкам там есть некоторые. Ты назови, кстати, сколько нас откуда смотрят, потому что люди искренне интересуются. Назови, сколько кого нас откуда смотрят. Люди искренне интересуются, думают... Вел у себя в Телеграм-канале статистику последних 28 дней, там такая дается статистика по просмотрам. Около 48% нас смотрят, ну, чуть падает из Украины, где-то 25-26% смотрят из России. И дальше по убывающей идет Беларусь, США, ну, общины, понятно. Ну, то есть, Россия на самом деле охвачивает, охвачивает, да. Россия твердая четверть, но она так близко к 30%. Конечно, нам желательно больше. Почему? Потому что люди думают, что я призываю ссылки эти ставить только ради собственного понаберия, да. Но это не так, потому что нам явно не хватает России. Нам важно, чтобы в России они перестали смотреть эту шнягу Коношенкова, а наконец уже посмотреть, что происходит в реальности для того, чтобы это и их прямую жизнь. Поскольку вот сейчас возникла тема срочников, которые погибли на крейсере Москва. И как это, как я люблю говорить, как у Льва Толстого в «Войне и мире», где Наташа Ростова пришла, значит, с новыми влюбленными глазами. Ну, потом она, правда, известна, чем занималась, если кто читал произведение. Но так или иначе, не стоит, значит, на вещи очевидные, значит, раскрывать эти фонарики. И ой, а как же так? А вот, понимаете, срочники, вы говорили же, что срочников набрать не будут. А на крейсере, значит, сейчас стонут, что погибли срочники, исчезли, пропали без оси. И никто ничего не говорит, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, важно, чтобы вы ссылки на этот эфир размещали в России, так сказать, везде, где можно. Не можете у себя в аккаунтах, ну, значит, отправляйте по мессенджерам. Это увеличит число зрителей, и это нам поможет сильно. Ну, хорошо, а вот всё-таки с поставками вооружений, насколько всё-таки мы раз за разом к этому возвращаемся, ты видишь близкую перспективу, что вот тот вариант, о котором ты сказал, реальный, или, скажем так, оптимистический для ВСУ, коррелируется со сроками поставки вот этих новых вооружений. Потому что мы уже слышали и от британцев, вчера обсуждали голландцев, норвежцы, французы заявляют, американцы, очередной пакет на 8800. Короче, столько заявлений, что уже, как это, наше святое обязательство не комментировать поставки вооружений, которое было принято в начале конфликта, уже как-то подразмылось, потому что все западные СМИ соревнулись, кричат про то, что мы поставим ещё, 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 ещё. Ну, много поставляется дальнобойной артиллерии, 155 миллиметров, а у них есть преимущество очень большое. Они стреляют дальше, чем 152 стоящие на вооружении в российской армии. А кроме того, за счёт качества изделий, парохов, ствола, снарядов и так далее, это намного более точная и дальняя история. Поскольку наша артиллерийская школа лучше в мире, то мы ещё с огромным опытом, мы ещё, как бы, попадя в умелые руки, оно вообще очень хорошо будет работать. Мы начнём стремительно выигрывать контрбатарейную борьбу. Мы и так её выигрывали, но сейчас будет точно. А это главные условия подавления артиллерии противника и получения преимуществом наших войск для проведения манёвров, потому что все манёвры делаются обычно, когда задавлена артиллерия противника. Серьёзные там обходы, наступления, отступления и так далее, и так далее. Вот. Британцы Бримстоун нам, как это, провозгласили. Это противокорабельные ракеты, не очень большой дальности действия, но так пощипать они могут очень конкретно. И, ну, это основное противодесантное средство, скажем, при попытке высаживать десант. Каковые попытки вполне могут ещё попытаться состояться. Что ещё там? Местрали норвежцы дали нам, дают, по крайней мере, провозгласили. Это такой портативный, не переносной, но портативный зенитно-ракетный комплекс. Такой класса, ну, приблизительно стрела-10. Правда, это нашим гражданским этим самым ничего не говорит. Но, тем не менее, хороший зенитно-ракетный комплекс, скажем так. Малого дальности действия, но очень помехоустойчивый, такой классный, профессиональный. Вот. И если вся эта радость подъедет, про танки пока не говорят, про БТРы пока не говорят, но танков трошки, вот, как бы, думаю, что уже, мне кажется, есть. А БТРы, ну, австралийские, вроде как там Австралия нам свои давали, вот эти вот все там, и многие другие, и Румыния заявила о поставках вооружения Украине. В общем, потихоньку вал так, колесо раскручивается, сансары. И ежели это всё приедет, да мы это всё освоим, она окажется в приличном состоянии, то где-то, внимание, к 9 мая, плюс-минус, украинская сторона резко прибавит в боевых возможностях. А как только украинская сторона прибавит в боевых возможностях, она начнет эти возможности реализовывать, потому что стоять на месте и смотреть мы не будем, мы радостно поскачем где-нибудь вперёд. И тут может наступить совсем весело, потому что как раз российская сторона, я подчёркиваю, даже если она вдруг побеждает в идеальном варианте в зоне ООС, где-нибудь там в гуляй поле, она исчерпается на этом, у них уже не будет сил наступать дальше. И теперь под это всё радостно приезжает свежевооружённая натовским оружием украинская сторона и говорит «Добрый вечер, мы с Украины». Как бы да. И начинает это преимущество по-всякому реализовывать. И так реализовывать, и эдак реализовывать, и туда, и сюда реализовывать это преимущество. И может оказаться, что уже не украинские матери и жёны с напряжением будут ждать везти из зоны ООС, а российские начнут очень напряжённо ждать из зоны ООС, потому что Российская армия впервые может оказаться в ситуации со дня конфликта. Сначала, когда они обороняются, а на них наступают. А как они себя ведут в обороне, мы посмотрим. Это интересно. До сих пор они не очень себя вели в обороне. Прямо скажу. На тех немногих участках, где мы наступали, оборона у них не вышла. Вот смотри, ведь тут есть какая ещё проблема. Если контрнаступление начнётся, и у него есть неплохие шансы с учётом этой помощи западной, вот как наступать в Херсоне? Херсон – город, в котором люди. Это свои. В Херсоне всё очень просто. Мы не надо наступать на города. Мы смелим правостороннюю, правобережную эту группировку, как односторонний флюс, смелим её артиллерии натовской просто в ноль. Так, что там просто живого места не станется. А потом радостно пройдём, пехота дострелит тех, кто ещё шевелится. Вот, потому что… То есть, города в этом смысле безопасны. То есть, сами… А города нет. По городам мы не будем воевать. Мы не воюем в своих собственных городах. Мы не бьём. До сих пор, несмотря на самые жирные цели, которые мы видим в населённых пунктах, даже в самой заброшенной деревеньке из семи домов мы не стреляем по своим населённым пунктам. Просто категорический запрет, не стреляем. Да и никто не будет подавать целью Казань. Ну, противник же не может всё время сидеть в населённых пунктах. Он где-то там выходит, и там его уже радостно поджидают. Так вот, мы перемеливаем эту группировку, а дальше всякие чудеса могут случиться. Не буду показывать, откуда они могут прийти, но они могут прийти, эти чудеса. Херсон брать никто не будет, его просто окружат, если надо будет, подрежут пути снабжения. И те, кто не успел убежать, ну, здравствуй. Жопа моя, вот, извините. Мы с Украиной. Да, мы с Украиной. То же самое, что было в Киеве. Как только начали по флангам обходить Буча, Гастомель и Ирпень, они радостно встали на когти и убежали. Ну да, правда, они всё это говорили, что это... Жест доброй воли. Доброй воли? Жест доброй воли, да. Мы помним, да. Жест доброй воли. Да, да, да. Я там был, посмотрел на этот жест доброй воли, сразу как только они ушли. Ещё котелки дымились, да. Так вот. Ну да. Так, 30 минут мы в эфире. Вот, всё-таки, возвращаясь к Харькову, ну, насколько там? Потому что мы всё обсудили, и Изюмское направление, и зоне ООС. Ну, вот Харьков... По Харькову злодеи стреляют из пушек и реактивных систем залпового огня. Его обстреливают. Обстреливают, да. Российская сторона. Почему? Потому что, с одной стороны, это месть, с другой стороны, так же, как с Николаевым, который обстреливает российская сторона. Они заставляют нас отвлекаться, наши резервы, в том числе артиллерийские резервы, в первую очередь, отвлекаться на контрбатарейную стрельбу, на поиск тех, кто стреляет, и нанесение ударов по ним. Но эти парни забывают, что ЗСУ настолько вправней украинскому, по-русски это настолько ловко, что мы и то успеваем, и это успеваем. И немножко контрбатарейки, и полупить пехоту и технику, которые в полях. Поэтому на Харьковщине наши войска тихонечко продвигаются вперед, судя по перечню населенных пунктов, которые все время освобождают. То одну деревеньку, то другую. И это движение направлено в очень интересное место. В целом, может, как очень сильно поспособствовать, чтобы события пойдут по второму варианту. Но, вот смотри, насколько все-таки, если есть такие данные, ты оцениваешь численный состав всей российской группировки, которая сейчас находится прямо в тысячах человеках? Прямо сейчас 90 тысяч на территории Украины. И где-то 22 по границам там радостно прячется в кустах и пишет рапорта мамкам, папкам, что не хотим воевать, знаете, не хотим, не хотим, короче, больше нам не хочется. Холмс здесь очень страшно, можно я уеду отсюда. Цитирую собаку Баскировича. Ну, слушай, это же вообще, в общем, есть так вдуматься для такого пространства. Это же никто не понимает. Я знаю множество людей, которые, в том числе очень военных людей, которых тут три складки, три. Они сидят и говорят, Арестович слишком оптимистичен. Он вот это заливает и говорит, что все будет хорошо. А на самом деле там три шло до российских войск. Они обязательно проживутся и будет все очень плохо. Потому что в этот раз они этих ошибок не допустят. Все будет кошмарно и печально. А я им говорю, дуракан, ребятки, фронт от Харькова до Херсона, внимание, пропись удавайте, от Харькова до Херсона. Сколько это километров? А он же жезвелисто, он же не по прямой. Где-то 700 с лишним. И на все это чудо, ну пусть 100 тысяч войска, хорошо. Вот давайте посмотрим плотность этих героических войск. 100 тысяч. На 700 километров. Сколько получается? Берем прибор. Да, да, считаем, считаем. Все считайте, берите телефон, давайте считать. Да, 700 километров. Делить. Точнее, неправильно. Я с детства, папа у Васи не силен в математике, я гуманитарий. Делить на... Да, елки-палки. Сейчас. 100 тысяч. Делить на 700. Равно. Да, что такое? Не то. 100 тысяч. Не будут смеяться наши зрители, когда мы увидят всю эту сцену. Да нет, нормально. 142 войсково-службовца на километр фронта. Это усиленная рота на километр фронта. Значит, но это если равномерненько размазать. А если делать все по науке, район обороны, ключевые рубежи и прочее, прочее, там, например, в районе мостов, в районе там особо важных объектов, железнодорожных узлов, развязок и всякое такое прочее, то получается... А еще же надо в два эшелона строить минимум оборону, правильно? С резервами. То это получается 50 человек на километр фронта. То есть два взводика у нас радостно держат неполных километр фронта. Как вы думаете, сколько простоит такая оборона, даже если ВСУ без западной помощи в своем нынешнем состоянии придет наступать куда-нибудь? Ну, это же еще не все, Марк. Так, что еще? Есть все гораздо хуже. За этой линией нету вообще никого и ничего. Там огромные пустые пространства. Ни одного российского солдата, кроме крупных городов типа Мелитополя, ни в одном населенном пункте. Нету даже блокпостов и развязок, потому что их всех кучей собрали и кинули на эти, на вызначенные делянки местности. И как только эти оперативные резервы скушают, и у них не будет чем обороняться. Может случиться разные чудеса. Так вот, если ВСУ пройдет первую линию этой обороны, в которой они сейчас будут становиться, дальше их останавливать будет нечем. прописью ничем, ни резервов, ни этих самых, ни, скажем так, тыла организованного. Там и районов обороны, подготовленных к обороне населенных пунктов, складских резервов, логистических, ничего нет. И вертолетов нет, чтобы перебрасывать войска, да и войск нет, которые уже можно перебрасывать на урожаемые участки. Это же основная задача вертолетных десантов. Либо в наступлении, либо в обороне быстро перебрасывать войска. Короче, очень грустная история, о которой умные российские военные, я подозреваю, пытались внушить своему командованию, этому дворнику, этим генеральному шутабу и этим великим ребятам в Кребле, что это вообще авантюра на грани воздушной тревоги, авантюра на грани фола. Но не послушали, сказали вперед парни. Парни пошли вперед, и когда этот вперед закончится, наступит очень интересный период войны. Очень интересный. И если у нас будут хоть какие-нибудь силы, чтобы ломануться через эту тонкую красную линию, нашими синими стрелочками, то может быть очень грустно российская армия. На степях Украины, да. С стрелочками имеется в виду прежде всего на территории, которые принадлежат Украине, я имею в виду Крым, и это Донбасс. Вот мысленно, просто мысленно говорю нашим зрителям, сядьте в Харьков, и от Харькова проедьте до Херсона вдоль Днепра. Это огромное расстояние, пустые. Сто тысяч войск, это, фу, растереть, там не заметишь их. Вся эта оборона носит очаговый характер. Немножко в сторону Запорожья от Гуляйполя, немножко российских войск вокруг Херсона, немножко в районе Харькова. Все, остальное это дырки, пустые пространства. Заходи, не хочу. Вот смотри, в последние дни буквально, да, сейчас там микроистерика, среди, скажем, не пропагандистов, а такой среды, которые какие-то бумажки аналитички пишут. Не военные, это больше политическое. Вдруг ни с того ни с чего начали обсуждать необходимые форсировки всех этих референдумов от Херсона до Южной Осетии, потому что они боятся открытия второго или вторых фронтов. Условно говоря, бац, и в Приднестровье зайдут. Бац, и что-то произойдет из Тбилиси. Примет решение, что а почему бы нам не пощупать, не подержать мамашу за закрома. Собственно, отчасти, видите, активность в районе Нагорного Карабаха была с этим связана. Отчасти. Они тестировали, насколько это возможно, при общем ослаблении российской группировки в этих местах, ну, в этих районах, да, поскольку они отведены все в зону боев в Украине, открыть второй фронт, который, в общем, создаст, с одной стороны, хаос, а с другой, ну, в общем, логическим продолжением будет являться. Как ты оцениваешь, если действительно вот сегодня какая-то совместная группировка ворвется, ну, условно, конкретно в Приднестровье, как быстро можно будет решить проблему там? Никто не ворвется. Нижнее молдавское руководство не готово к этому абсолютно. Грузинское в ужасе от этого не готово. Азербайджанское действует совместно с Россией в отношении Армении, в отношении коридоров, которые они хотят пробить из Азербайджана на Турецкое побережье и выйти к морю. Там все совместно Армению уговаривают, что давай ломайся, сдавайся, пропускай войска, пропускай российские, в первую очередь, грузы и турецкие в обратную сторону. Поэтому там ожидать больших... Ну, конечно, там неоднозначная ситуация, азербайджанцы поддавливают россиян, но где-то на самом верху у них есть взаимопонимание. То есть там сильного удара с кинжалом в спину можно не ожидать. А напрасно, потому что если бы пошли, защищать было бы некому. А что есть в Приднестровье, вот по твоим данным, что есть в Приднестровье такого... В Приднестровье полторы тысячи российских войск, это управление несчастной 14-й армии, которые там где-то радостно стоят под грибочками, охраняют, да, пост трехсменный круглосуточный охраняют склады в Колбасной, там, да, эти военные. И, внимание, армия Приднестровья. 18 тысяч героических людей, которых на самом деле 11, о которых, если бы поскребать, то 6 или 7, которые там ходят на сборы, проводят учения, там, бои в городской местности отрабатывают. Только техника нихрена не ездит, потому что детали не поставляются уже много лет. А если техника есть, это всякие БТРы, каких-то там каких-то годов выпуска, древнее, чем я, и БМП-1 какие-нибудь, там, пару штук и так далее. В общем, это ничто. Но есть такая штука политическая воля. Ну, политическая воля, конечно. Но Беларусь, с этой точки зрения, ты не считаешь никакой перспективой? Беларусь девственно чиста, и все, что хочешь, но только не война с Украиной, да, и так далее. А то, что она будет воевать с россиянами, ну, не на этом историческом этапе, это как бы... Нет, не она воевать, а, так сказать, положение Лукашенко в этой ситуации? А Лукашенко, я думаю, очень уже хочет договориться с Западом, потому что он понимает, что... Я бы, наверное, вместе так делал. Потому что он понимает, что ему будет плохо в случае, если Путин уцелеет и путинский режим, и выиграет. И особенно будет ему из-за санкций и всего остального, маргинализации. А если путинский режим проиграет, ему будет очень плохо, совсем плохо. И ему надо бы как-то какие-то гарантии, что ли, получить. Может, он и старается получить эти гарантии. Но пойми, Запад теперь не поведется просто отпустить и Тихановского, и Бабарико. Запад на это уже не пойдет. Запад будет требовать чего-то большего именно в геополитическом плане. Ну, воевать он с Россией все равно не будет требовать, мы что-то понимаем прекрасно. Он будет требовать вывода войск. Ну, может быть, вывода войск, какую-то там конституцию, референдум, бла-бла-бла. Но это отдаленная перспектива. Нас сейчас интересует конкретно, чтобы много бушек приехало с Запада. На восток, под Херсон, и сказала, добрый вечер, мы с Украины. Мы с Украины. Ну что, мы 40 минут в эфире, 400 тысяч нас смотрят, без, там, меньше трех тысяч. Ну что, что-нибудь... Да, я хочу обратиться к российским военным. Можно? Вот у меня наболело. Да, да, конечно, конечно. Пацаны, пожалейте нас. Вы так наступаете, что мы с Марком вынуждены выдавливать хоть какую-то информацию, хоть какую-то аналитику из ваших вот этих вот героических наступлений. Сделайте хоть что-нибудь, что можно было бы обсудить. Почему вы так вот, так вот как-то вот, сграбно по-русски, это как, неуклюже, да, там, ну, хоть что-нибудь, какой-нибудь, там, ну, или уже наших пустите, чтобы они вам навешали, и тоже было что обсуждать. Это же не себе, не людям, как-то, ну, короче, что-нибудь. Мы надеемся на то, что что-нибудь произойдет, все-таки. Да, да, да. Либо уже разворачивайтесь и уже уходите, к чертовой матери снимайтесь. А вы оцените перспективку, парни. Даже если вы там, героически, кого-то победите в зоне ОС, что очень сомнительно, вас поставят оборону вдоль Днепра, растянут так радостно и скажут, прикрывайте. С плотностью 50 человек на километр фронта. А в перспективе приближение нескольких украинских бригад, которые приедут и скажут. Здравствуй, русский солдат. Ну, да. Ну, да. Ну, я надеюсь, что за сутки они нас услышат, что-то хотя бы произойдет, чтобы достойно было. Я сам несколько в удивлении. С такими анонсами такой перформанс обещали, и ничего не происходит. Опять же русская пословица. Размахан на рубль, удар на копейку. Я просто знаю, что такое славянское изюм. Там можно собрать 25 армий. Но придется по капиллярам их, по этим лесным тропинкам где-то там пропихивать и так далее. Я не знаю, такое ощущение, что все-таки генералы какую-то продали шнягу, значит, телегу прогнали Путину. Что до 9 мая мы вам сейчас такое преподнесем на блюде Арестовича, этого разрезанного. А он поверил, дурак. Если там вот по соотношению силы, средств и способов, то теоретически это могло бы выглядеть как страшный успех в теории где-то. Но надо же его суметь реализовать. А тут вот не заладилось, как бы, да, посмотрим. Ты считаешь, что уже окончательно не заладилось? Не, ну как окончательно? Война же сразу затаит в себе кучу сюрпризов. Я хихикую, потому что я примерно понимаю, что происходит и будет происходить. Но всякое. Вдруг мы сделаем какую-то радикальную ошибку. Мало ли, мы же тоже люди. Ну, мало ли, вдруг сделаем страшную ошибку. Или вдруг какой-то внезапный гений в российской это самое сделает наконец-то удачный панёвр. Я не знаю, куда и какой там, исходя из местности. Но вдруг, мало ли. Или вдруг, я не знаю, что там, значит, там, ну что мы можем представить. Нелепое стечение обстоятельств. Всякое бывает. Но только нелепое стечение обстоятельств. Наша радикальная ошибка и их великое откровение все равно не являются системными факторами, способными повлиять на исход операции. Потому что для реализации системных задач нужны системные усилия. Системные, очень профессиональные, в данных условиях очень сложные, на которые российская армия не способна есть. Она старается, сразу скажу. Ребята стараются. Но не способны. Не с тем качеством личного состава командиров и генерала. Я скажу, если бы привели миллион человек, то я бы мог сказать, ну да, это что-то совсем радикально новое. Это действительно может прогнозировать какой-то результат. Если это 90, ну хорошо. Для миллиона человек 20 лет до этого российская армия должна была создавать логистические подразделения и систему поставок, и снабжение такой группировки. А она этого не делала. Она создавала ударные подразделения, которые в течение 3 дня должны были снести несчастную Украину. Все как планировалось, так и получили. Кстати, при Сердюкове они приняли эту концепцию. А когда война стала затяжной, оказалось, что снабжаться – это большущая проблема. Большая при большом. Па-ба-бам-пам. Ну что же, 400 тысяч, 44 минуты мы сегодня были в эфире. Мы воспользуемся, что у тебя сегодня хороший микрофон. Вчера, так сказать, я услышал проклятие и втыкание иголок в наши куклы буду. Господа, дамы и господа, еще будет время, когда будет плохой микрофон, потому что я иногда бываю там, где ужасный интернет. Я вообще не понимаю, как проходит связь. Но мы знаем, что вы мужественные, вы нас не бросите и будете смотреть даже при плохой связи. Все самое интересное впереди. Не пропускайте эфир. Завтра в это же время в 22 часа мы снова с Алексеем Арестовичем поговорим о новостях. Ну что, Алексей, спасибо огромное. Спасибо всем зрителям. Подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Обязательно на канал Алексея Арестовича. По ссылке на его имени в описании к этому видео. Ну и, конечно, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Всем пока. Продолжение следует...